Друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен. Почему смартфон, да бывает такое, что не видит сим-карту, да? Случилась у вас такая проблема, и вы в недоумении, что происходит вообще. Вот у вас есть сим-карта, есть смартфон, вы вроде бы вставляете, все как раньше делаете, а он просто ее не видит, не появляется ни сети, ничего, или написано вообще сим-карты нет, да нет сим-карты, вот как видите у меня сейчас, либо же сеть заблокирована, и все в этом роде. Давайте разбираться, в чем может быть проблема, разберем сразу все, ну практически все случаи, да, когда такое случается, и что с этим вообще делать. Так что смотрите внимательно, один из способов точно поможет вам решить вашу вот эту вот неприятную проблему. Также не забывайте ставить лайк, для того, чтобы стоял у вас, и чтобы стоял у меня. Вы поставите лайк, и будет стоять, ребят. Спасибо за взаимность и за общую заботу, лайк должен стоять. Смотрите, телефон, во-первых, давайте мы его просто для начала принудительно перезагрузим, да? Во-первых, я рекомендую вам вставить сим-карту заново, да, сначала вытащить, потом принудительно перезагрузить. Это может в некоторых случаях решить нашу проблему. Мы вытаскиваем просто слот, убеждаемся, что симка правильно вставлена, а правильно она вставлена вот таким вот образом, сейчас я покажу, это тоже очень важно. У многих из-за этого не работает. Смотрите, видите, вот такая вот, ну скругление, и здесь скругление, то есть скругление к скруглению. Вот так вот давайте я вставлю, и вставляем, соответственно. Кстати, если у вас две сим-карты, опа, если у вас две сим-карты, ребят, поддерживаются, обязательно сначала в один вставьте слот, потом во второй, потому что, ну, дело может быть в слоте, да? То есть сломан разъем, и один работает, а второй, соответственно, нет. Убеждайтесь, что это не дело в одном из слотах. Все, мы вставили, как видим, нет сети написано, сейчас должна появиться сеть, мегафон должен появиться. Ну, по сути, по сути, если нет, ну, значит, сим-карты что-то, я не помню. А, появилось, вот, у вас, соответственно, не появляется, да? Первое, что мы делаем, кнопку включения-выключения, кнопку регулировки громкости вниз зажимаем. Телефон сейчас выключится принудительно. Все, мы просто ожидаем, когда он включится. Для чего это нужно? Это нужно для сброса фоновых процессов разного рода, для сброса кэша, для сброса мусора и для сброса каких-то поврежденных файлов. То есть, после принудительной перезагрузки телефон приводит себя сам в нормальное состояние. Мы можем, конечно, вручную сидеть и все вот это удалять, перенастраивать, выключать фоновые процессы, удалять кэш, удалять поврежденные файлы, искать. А таким образом можем сделать все автоматически в ускоренном режиме, что говорится, да? Так, все, мы это сделали. И теперь проверяйте, может быть, у вас заработало уже, да? Не забываем, главное условие, это вытащить сим-карту и вставить ее обратно и принудительно перезагрузить. Так, второе, что нужно сделать, чтобы попробовать починить, исправить эту ситуацию, да? Давайте, во-первых, разберемся, что проблема может быть... Я напоминаю, что проблема может быть в самом слоте, то есть сломанный слот. Это нужно в сервис-центр идти. Или же, ребят, можете проверить на ОКИС. У меня есть одно видео по этому вопросу. Это когда у вас прям слот сломан, да? Не разбирай телефон, как его починить. Хотите увидеть видео? Буквально с несколькими инструментами. Подручными, которые у вас дома есть за несколько минут. Хотите увидеть такое видео? Обязательно ставьте лайк. Покажите, что вам нужно, чтобы сим-карта заработала. Именно по техническим причинам, если не работает, да? И напишите в комментариях модель своего телефона. Я сниму для вас такой видеоролик. Проблема решаема, в принципе, да? Другая тема уже, если кому нужно, могу снять. Смотрите. Идем в настройки. Идем туда, где у нас сим-карты. Вот это вот все, да, ищем. У многих называется сим-карты мобильные сети. У кого-то мобильная сеть. Мы с вами можем просто схватиться за лупу, да? Беремся за лупу, ребят. Вот она. И пишем тут сим. Переключаем на английский язык. И вот, видите, передача данных. Сим-2, мобильная сеть, видите? Короче, управление, да? Сейчас посмотрю, у меня там не высвечивается ли номер телефона. Управление сим-картами. Я сейчас покажу вам, как это сюда зайти. Вот. Я иду в мобильную сеть. Управление сим-картами, да? У меня мегафон, видите? У вас, и вы сюда заходите, ребят, посмотрите, не выключено ли у вас. Вот так вот, видите? То есть, у вас может быть просто неактивно. В настройках я такое часто встречал. Ко мне человек недавно тоже обращался в офлайне. Говорит, у меня не работает сим-карта. Вроде бы телефон новый купил с магазина, чтобы брак обращаться. Вот. Ну, за 10 секунд мы решили эту проблему. Человек просто ушел счастливый. Да, не всегда нужно обращаться в сервис-центр, ребят. Просто берем, активируем этот пункт. Если же нет, у вас вообще тут написано, что нет сим-карты. Даже здесь написано, да, у вас оповещение. Попробуем, выключаем Wi-Fi. Wi-Fi выключаем. Заходим сюда. Видите, да? Если у вас передача данных, ребят, включена, все равно активно, то это говорит о том, что у вас с сим-картой, ну, с сим-картой проблемы. То есть, она могла размагнититься. Штука размагнитилась. Это от времени она, в общем, перестала. Контакты вот эти видели, да? Вот, смотрите. Контакты. Все, они как бы не сопоставляются с абонентской сетью, да? Если так можно выразиться. В общем, думаю, понятно. Размагнитилась, размагнитилась. Вы что делаете? Вы просто идете к мобильному оператору и говорите, я хочу поменять сим-карту. Вот. У меня она размагнитилась, не работает. Это бесплатно, ребят. Это все бесплатно можно сделать, да? Идете и решаете таким образом свой вопрос. То есть, если вот эта вот штучка передачи данных у вас активная, она включается, то это говорит о том, что с телефоном все нормально. Дело не в телефоне, дело в сим-карте. Либо же в самом слоте, да? Он там внутри. Ну, по этому вопросу я уже говорил, что могу видео снять. Если хотите увидеть, опять же, показывайте своим лайком, что такое видео нужно сделать. Я увижу, что много кому нужно. Я, соответственно, предприму решение по этому вопросу, да? Так, это основные, значит, причины, как решается этот вопрос без разбора именно, без разбора, да, телефона и без инструментов каких-то, без вмешательств. Еще можно, конечно, попробовать вообще, знаете, купить лоток отдельный для телефона, для сим-карта, да? Это вот лоток, куда выставляете. И попробуйте, потому что тоже, может быть, он надломан в некоторых местах, сим-карты неправильно поставлять с контактами. Да, настолько вот тонкая эта проблема, видите? То есть, я не вижу, что у вас там за телефон, что у вас там случилось. Настолько, как бы, тяжело эту причину, проблему устранить. То есть, мы пытаемся настолько все способы тут описывать, чтобы хоть какая-то вам подошла, потому что, не видя ваш телефон, не зная, что там такое, даже в руках. Мне, вот, в руках достаточно было минуту подержать, чтобы понять, что за проблемы, да? Благодаря своему опыту, шестилетнему работе в сервис-центре. Но так как я не вижу ваш телефон, могу предполагать проблемы. Да, может быть, надломан. Сейчас я даже покажу вам, как это происходит. Я сотни раз такое видел за шесть лет работы. Действительно, смотрите, когда телефон, значит, вы вставляете в него лоток, сим-лоток, видите вот эти вот железные штучки? Они помогают сопоставляться с контактами. То есть, это как направляющие, знаете, если вы в строительстве, понимаете, о чем я говорю? То есть, это направляющие, да? Вот это вот сопоставляется с контактами. Если он надломан хоть чуть-чуть или искривлен, или имеет неправильную форму и размеры, то, соответственно, он неправильно сопоставляется с контактами, ребята. Того ваши все проблемы могут быть, да? Покупаем новый лоток, благо он стоит там сотню рублей, может быть, 20 рублей на вторичке, посмотрите. Зайдите куда-нибудь в китайский магазинчик, так сказать, где китайские телефоны продаются, или там запчасти, да, чехлы. Поспрашивайте. Есть универсальные, друзья, лотки, которые даже не для вашего телефона подойдут, а вообще они в целом подходят для всех телефонов. Или с Алиэкспресса за 5 рублей закажите, как говорится, да? Вот. Часто это решает проблему, потому что попробуйте просто вставить сим-карту без этого лотка. Вы ее всунете туда, но не факт, что вы всунете правильно и сопоставится с контактами. Но можете всунуть так, чтобы правильно сопоставилось. У меня вот был Samsung Galaxy S6 Edge, это был телефон моего сына, вот, и там у него была такая проблема, что лотка не было первое время, я пока заказал его. Мне приходилось вручную, без лотка, с помощью иголочки, вот эту, вставлять сим-карту правильно туда, да? Вот это вот, исхитряться, что контакты, я же не вижу, что там внутри происходит. А без лотка сложно сим-карту ставить. Он так еще сверху находится, вот так вот, сверху, оп. И я вот запихивал, подзапихивал, подвыравнивал, вот так вот. Это целый квест был, челлендж, понимаете? Вот. Но в итоге она работала, когда там полчаса омущения моих, и я все настраивал. Ну, то есть я о том, что поменяйте лоток, проверьте. Напишите в комментариях, после чего у вас это случилось вообще, и тогда у меня будет больше возможностей помочь вам в одном из следующих видео. Конечно, я продолжу по этой тематике видеоролик, безусловно, так как я полагаю, что у многих людей случается подобная проблема, и, ну, есть возможность у меня помочь решить многим людям эту проблему их таковую, да? Почему бы нет? Ставьте лайк, если хотите увидеть продолжение, ну, или ставьте дизлайк, если не хотите продолжение. Считайте, что эта тема никому не интересна, никому не нужна, никому не поможет. Вот. Странно звучит, да, потому что если хотя бы один человек, ну, понятно, миллионы человек сталкиваются с такими проблемами за год всего лишь, да, допустим. Вот, многим она поможет, но всякие индивиды есть. Вот, высказывайте свое мнение, пишите в комментариях, задавайте свои вопросы, делитесь своим мнением, да, что да, как, какие видео вы хотите видеть, какие видео не хотите видеть. В общем, все на ваше предпочтение, ребят, я вообще не снимаю ничего из головы, да, потому что я и так это все знаю, вот, и мне оно не надо. У меня люди интересуются, и тогда вот я снимаю на какие-то темы, потому да, задавайте свои вопросы обязательно в комментариях, потому что именно, чтобы вам помочь, я и снимаю эти видеоролики. Подписывайтесь на канал Блогер Мэн и ставьте колокольчик, чтобы Не пропускать выход новых видео, если вы Не хотите их пропускать, хотите что-то новое изучать Полезное, да, вы интересуетесь саморазвитием Самообразованием, потому что сейчас Такое время, что Не то, что необходимо Оно интересно даже Что-то новое узнавать в телефонах, да, как-то развиваться Прокачивать свои смартфоны, потому что Это продолжение нашей руки стало уже А мы с вами как-то безусловно прощаемся Но в то же время скоро, безусловно И снова увидимся Ребята, я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения Удачи и до скорого